Когда вам не дают роль, которую вы заслуживаете, надо написать её самому. Как можно не бороться, когда это наш ребёнок? Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Наверное, просто это моё испытание, и я должна его как-то преодолеть. История семьи, в которой не принято сдаваться. Цель жизни и главная установка Екатерины Рубан, чтобы её дочь Маша встала на ноги и могла ходить сама. У них уже многое получилось. В этом году девочка пошла в первый класс, и это большая победа для всей семьи. Смотрите в нашей программе «Неравнодушная история» Марии Рубан. Первая парта в третьем ряду. Вот та девочка с огромными бантами, что сейчас не смело тянет руку, настоящий боец с мужским характером. Ребёнок, который многое знает о жизни. Если говорить о возрасте, то Маше точно не семь лет. Взгляд слишком глубокий. Каждый день она просыпается с одной мыслью – сегодня сделать как можно больше шагов. Её школьная история – доказательство силы характера. Без преувеличений. Семье Рубан удалось сделать невозможное. Врачи убеждали – ребёнок ходить не будет, смиритесь. У вас больше нет времени и надежды. Что уж говорить о том, чтобы учиться в обычной школе. Дело в том, что я сначала думала, почему именно я, почему, зачем. Но когда познакомилась с девочками, у которых такие же проблемы, поняла, что не всё так плохо. Что есть детки намного слабее, есть, конечно, и намного лучше. Но человек страдает от сравнения и идёт вперёд, приближаясь к этой цели, чтобы её достичь, её победить. Ну, конечно, оздоровить своего ребёнка, чтобы он был такой же, как все, но вот ничем не отличался от других детей. Получилось, слава Богу, уже очень много. Ну, отказываться я не буду, что родители вообще имеют право отказываться от любого ребёнка, кем бы он ни родился. А дальше? У меня, как бы, это первый ребёнок, поэтому я не знаю, как с другими, как со всеми детьми. В этом нет ничего страшного, все дети, все имеют право на жизнь. Всякое в жизни бывает. Ну, надо отдать должное, что они молодцы. Они молодцы, они вдвоём, потому что в некоторых семьях, как правило, мужчины не выдерживают. В нашей семье, конечно, надо отдать должное, что зять молодец в этом отношении. Катя, как ни пыталась, не может забыть те дни. Воспоминания остаются. Плохие навсегда. В её случае именно так. С чего всё началось? Почему именно они? Ведь так ждали ребёнка. Даже УЗИ не делали. Хотели и мальчика, и девочку. Когда в родзале она не услышала крик малышки, от страха, казалось, остановится сердце. Я начала задавать вопросы врачам, на что они просто от меня отошли, побежали всей гульбой откачивать ребёнка. Тут я уже поняла, что что-то не так. Пять дней в реанимации, отделение патологии новорожденных, кормление через зон. Своё состояние в те дни она просто не помнит. Девочку назвали Машей, потому что родилась в день Марии. Возможно, это и спасло. Она чудом выжила. Больше 20 минут не дышала. Асфиксия – страшное слово, которого Катя, кажется, боится и сейчас. За счёт этого клетки головного мозга отмерли. Какая часть головного мозга отмерла, на то у нас и эффект. Можно так сказать, что мы не разговариваем, и у нас нарушена координация и движение. Мама с самого начала сказала себе, что положит собственную жизнь, но её Маша будет жить и улыбаться, будет радоваться и расти. Чего бы ей это ни стоило. И в этой ситуации им очень помогла знакомая невропатолог. Но, наверное, она меня начала подстёгивать к тому, чтобы я начала бороться. Потому что сначала было очень страшно, непонятно, куда бежать, кого просить, что делать. Ну и вот она, наверное, первая сказала мне, езжай в Киев, когда мы первый раз только приехали, что смиритесь, ребёнок инвалид. То есть никакой поддержки мы там не услышали, только вот смиритесь вы, будете лежачие, под себя ходячие. То есть вы, в общем, мама, выпускаете руки. О реабилитационном центре в Трусковце они услышали от знакомых. Собрали все деньги и повезли Машу, которой тогда уже было два года. Не веря ни во что, цепляясь хоть за этот шанс, они решили пробовать. Мы были поражены результатом. Она начала ползти. То есть она не ползла. В полтора года она у нас села и не ползла. Ну, ползла так, лёжа на животе, там, руками, ногами перегребая. Вот там она уже начала, можно сказать, на четвереньках ползать. Все заработанные и собранные деньги уходили на реабилитацию. Курс за курсом они приезжали в Трусковец, где им объясняли, что у вашего ребёнка всё получится. У Маши неограниченные физические возможности, она не инвалид. Катя сама возвращалась домой другим человеком. Она видела изменения и шаги вперёд. Там нету такого слова «инвалид». Там, наоборот, этот ребёнок нормальный, какой бы он ни был, он нормальный, он имеет право на существование, он имеет право на весёлое и хорошее детство. При Украине им за семь лет выделили одну бесплатную путёвку в реабилитационный центр. И то, потому что такой трудный период, кто-то просто отказался ехать из Крыма в Украину. Сейчас путёвка в Трусковец для граждан Российской Федерации будет стоить в семь раз дороже, чем при Украине. Катя надеется на благотворительные фонды России, на другую систему, в которой не такой, как все ребёнок, нужен государству, а не только своим родителям. Один из фондов уже пообещал бесплатный курс дельфинотерапии. Я считаю, что всё равно какой-то результат, пусть он будет маленький совсем, ну, крошечный, но это результат, и это уже как-то вот на шаг вперёд нас продвигает. Самым сложным для Маши по-прежнему остаётся дорога. Взглядом посторонних людей и смешком ровесников на улице она привыкла и не замечает. Вы знаете, вот мне кажется, пока те же самые детки не столкнутся с таким ребёнком, они, ну, вот они не понимают, что есть такие, вот, какие-то другие. Они сначала воспринимают это как в смех. Ну, я так думаю, что это больше заслуга родителей, нежели эти дети, ни в чём не вина, им просто не объяснили. Вот. Потом, когда они узнают Машу, они как-то вот и переживают, мы не пошли в школу, учитель мне говорит, мы, говорит, я уже устала отвечать, почему Маши нету, все спрашивают, а где же Маша, Маша, а где же Маша, она что, заболела? Ну, то есть, как бы, она уже в коллективе, а я её глаз воспринял, то есть, ну, да, она немножко другая, но она старается, она общается, и, ну, конечно, там дружбы крепкой я не назову, но, по крайней мере, общение у неё уже такое есть. По прямой, как вы видите, Маша может ходить сама, но преграды в виде лестниц, ступеней, подъёмов выдержать не сможет. Координация движений нарушена, и если рядом никого не будет, девочка просто упадёт. Мы же не ходили в сад, мы сидели, мы постоянно дома, дома, дома. У неё не было вот чувства ответственности и вот, наверное, усидчивости. Вот, и, вот, как, в школах, да, объединяют детей, вот, они друг у друга чему-то учатся. Ну, естественно, ей этого не хватало, но вот она стала такая более раскрепощённая, что ли, не знаю, как сказать. Вот, ну, ребёнок меняется на глазах, она начинает придумывать новые вещи, она начинает рассуждать, она не доказывает, что это не так, то есть, у неё уже есть своё чувство, да, вот, ну, своё мнение какое-то, которое она может отстаивать. У нас в школе пятеро детей, которые имеют ограниченные возможности подвижности или уже, значит, какие-либо другие отклонения в здоровье. Но, тем не менее, эти детки постоянно находят место здесь, в школе. Дети во всех классах встречают их доброжелательно. Вот это можно хорошо пронаблюдать на Машеньке. Дело в том, что Маша наиболее сложный имеет диагноз и ограниченная такая подвижность. Но, тем не менее, с такой вот радостью ребята её встречают. Почему? Потому что у неё просто сверкают глаза, когда она заходит и общается с детьми. Вот уже сейчас, как в школу начали ходить, она научилась одевать самостоятельно носки. Потому что ей было очень сложно двумя руками взять, одеть носки. Ну, вот уже она, причём, говорит мне, не мешай. Вместе с внучкой в первый класс пошла и бабушка. Татьяна Ивановна в этом случае страховка и поддержка. Элементарно подняться в туалет на второй этаж сама Маша не может. Чтобы спуститься в столовую, рядом тоже кто-то должен быть. В классе, конечно, чувствуется девочки очень обращаются к Маше. И Маша тянется к детям. Ей очень, конечно, много значит, что она ходит в обычную школу. Открывая азбуку, двумя ручками открывая азбуку. Вот закладочка, так, раз, и как вас учили в школе. Перед глазами на её столе всегда лежит расписание, чтобы не забыть, к чему готовиться на завтра. Процесс обучения лёгким точно не назовёшь. И дело тут в скорости. Успеть за одноклассниками Маша пытается, но получается не всегда. После уроков она перелистывает азбуку и повторяет каждую букву. А какая вот эта рыба? Как эта рыба называется? Щука. Щука? Нет, это сом. Да, мы можем разговаривать, но вот разговаривать нас, ну, как бы не каждый её поймёт. Но если пообщаться с ней там день-два, то уже ты понимаешь, что она хочет от тебя. Их домашний учебный процесс – развлечение для всей семьи. И каждый понимает, что здесь не может быть по-другому. Для Маши это очень важно. Дома она часто надевает эту ленту, гордится тем, что ходит в школу. И как все дети, очень аккуратно выводит буквы в прописи. Пусть не с первого раза, главное не это. Правая рука только сейчас начала слушаться, левая до сих пор в тонусе. Такая мелочь, как буква – это маленькая победа, ведь до этого карандаш в руках держала мама. Нам надо научиться спускаться по лестницам, самостоятельно подниматься. Нам надо научиться хорошо и стойко стоять, потому что у нас координация очень сильно нарушена. Она может стоять, но перетоптываясь. Ну, иногда может зафиксировать положение стоя. Ну, ходить, конечно, хотелось бы, чтобы, конечно, такая красивая девочка ходила красиво. Я никогда не видела, чтобы ребенок чего-то хотел так сильно. Машина мечта простая – учиться в школе, отвечать у доски, готовить домашние задания, на переменке выходить вместе со всеми на улицу. И еще одно – после уроков она сама хочет возвращаться домой. Чтобы ее не ждали мама с папой и бабушка, потому что уже взрослая и хочет быть как все. И понимает, что так и будет. Ее силы и веры хватит на всех. Самое главное – не сдаваться и не падать духом. Все будет хорошо. Все будет хорошо со временем. Время надо, время лечит. Я так думаю, что все будет хорошо. Посмотришь в ее глаза и все сразу. Ну, сразу понятно. И сразу хочется жить. И когда думаешь, что тогда, 7 лет тому назад, могло произойти немножко другая ситуация, я бы не стала, то, наверное, вот это движение. Потому что, ну, нельзя опускать руки. Всегда надо идти вперед. Даже как бы тяжело не было. Это же наши дети, это, ну, это наше. Как мы можем опустить и не двигаться вперед. Ну, я, честно, не понимаю, как я могу просто взять и остановиться. То есть, это уже жизнь моя. Идти вперед и всего добиваться. Ну, никто же не ожидал, что такое может произойти. Ну, вот, наверное, так Богу угодно испытание. Ну, постараемся. Субтитры создавал DimaTorzok